Дмитрий Тышкевич. Результаты выборов в Украине. Ну, парламентские выборы имеются в виду в Раду. Хорошие результаты. Народ поддерживает Владимира Зеленского. Это хорошо. Хорошо. Было бы, конечно, лучше, если бы это было не 42-43%, а опять 73%. Но и так хорошо. В общем, в парламенте традиционно так происходит, что все-таки разделяются мнения голоса. Есть сторонники разных политических партий, течений. А сейчас очень критикуют Владимира Зеленского за то, что за 60 дней он почти ничего не сделал. Ну, ничего себе, почти ничего не сделал. И парламент распущен, и, в общем, то, о чем я говорил, это агентурная сеть. Российская начала разваливаться, рассыпаться, СБУ. Реформы очень серьезные, очень радикальные решения. Один распуск Рады, распуск парламента. Очень сильное решение. И понятно, что общество поддерживает реформы. В Украине произошло то, что должно было произойти. То, к чему призывал, кстати говоря, Михаил Саакашвили. Такая полная смена элит. Старые элиты, повязанные с олигархами, повязанные, в общем, коррупционными связями. Они, ну, изжили себя. То, что сегодня появилась возможность полностью от них избавиться. При том, что, ну, там есть какие-то здоровые силы. Нет никаких сомнений, что и сторонники, ну, вот, оранжевой революции. И, ну, частично, во всяком случае, сторонники, это сторонники независимости Украины, развития Украины. Может быть, не в такой степени сторонники радикальных реформ. Вот, но я надеюсь, что и многие из них поддержат Владимира Зеленского. Возможность открывается прекрасная. И здесь, в Соединенных Штатах, это чувствуют, об этом говорят сейчас. Считается, что это следующее поколение политиков. Политики, с которыми, ну, можно и нужно иметь дело. Они не связаны со старыми коррумпированными структурами и с, в общем, пронизанной агентурной российской сетью политической структурой, экономической структурой. Можно реформировать спецслужбы, можно реформировать армию, можно реформировать, там, политическую систему, государственное управление, суды. Ну, все. Открываются эти возможности. Как только новый парламент заработает, я думаю, мы все это увидим. У меня почему-то нет никаких сомнений в этом. Хотя, тут тоже вот все набросились на Аркадия Бабченко, который продолжает критиковать Владимира Зеленского. Консолидировался, конечно, с группами поддержки Порошенко. Ничего страшного. Ну, должны быть разные взгляды. Пусть критикуют. Пусть критикуют с позицией вот этих, с консервативных позиций, с позицией старой власти, коррумпированной власти, связанной с Россией. Сейчас начало проявляться то, о чем там и я говорил, и многие говорили о том, что вот эта идея, что либо я, идея Порошенко, либо я, либо Путин, ну, это обман, обычный обман избирателей, что взаимодействие с российскими структурами, структура Порошенко происходила, происходит и будет происходить. К сожалению, то, что Аркадий Бабченко оказался в этом лагере, не страшно. Пусть критикуют. Это тоже важная работа. Мне это нравится. Иногда это смешно, абсурдно. Ну, пусть будет так.